Здравствуйте, в эфире первого городского проекта «Место происшествия» в студии Михаил Вагин. Смотрите в этом выпуске. Как говорят, здесь дураками и пьяными. Не только выжил, но и матерился. Как ехали? Как ехали? Это бы как? Увери, не нахуй. В селе Красное пьяный водитель Оды врезался во встречные Киа Рио и Фольксваген Пола. Очень крутой поворот. На московском тракте водитель 14-й снес придорожный столб. Уехал в кювет. Один человек погиб, еще пятеро получили травмы в ДТП под свечой. Заступился за сожительницу. Удар в прямом месте снизу вверх. Пошел прямо. Куда вы ему попали? Ну, я думаю, что в область лица. В Малмыже суд поставил точку в истории с одним смертельным ударом. Отправилась на прогулку и попала в больницу. В парке у диорамы от жары пострадала пенсионерка. Один человек погиб, еще пятеро получили травмы в ДТП под свечой. Там выехал в кювет ВАЗ-10 модели. Подробности в рубрике «Обзор аварий». Авария произошла 20 июня в 4.50 утра на 447-м километре дороги Кострома-Шария-Киров-Перьмь. По предварительным данным, водитель десятки не справился с управлением, машина опрокинулась. В результате происшествия один человек погиб и пять получили травмы различной степени тяжести. Еще одна трагедия произошла в советском районе. По предварительным данным, 26-летний водитель приоры врезался во встречный КАМАЗ. Рулевой седан получил смертельные травмы. За старым мостом и поворотом на «Красный Химик» столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным, 20-летняя девушка-водитель Hyundai Solaris не вовремя повернула налево. Она не уступила дорогу и подставилась под удар встречного Audi 80. В этой аварии травмы получили семь человек. Это оба водителя и пять пассажиров. Как уточнили в ГИБДД, госпитализация пострадавшим не потребовалась. На улице Ивана Попова напротив дома номер 32 столкнулись еще две машины. По предварительным данным, 30-летний водитель Skoda Octavia не пропустил Ниву Chevrolet, у которой был приоритет. Три человека получили травмы, пассажирка-внедорожник, а также водитель и пассажирка седана. Это место весьма аварийное в последнее время. Очевидцы считают, что тому две причины. Во-первых, на этом перекрестке несколько дней подряд не работали светофоры. Во-вторых, далеко не все водители приучены смотреть на знаки приоритета. На улице Симашко произошло ДТП с пьяным водителем. По предварительным данным, 29-летний водитель Mazda 3 выехал за пределы дороги и врезался в дерево. Он и его пассажирка травмировались, медики оказали им помощь. А инспекторы ДПС помогли водителю оформить материал за пьяные гонки. Ему грозит штраф и лишение прав. Михаил Вагин. Место происшествия. В Кирове владелец новенькой «Лады» не успел насладиться своим автомобилем, как кто-то его угнал. Расстроенный молодой человек попросил помощи в социальных сетях. Сейчас гранта лифтбэк в розыске. Детали этой истории в рубрике «Сводка». На фото счастливый владелец «Лады» сразу после покупки. На машине еще нет номеров. Но только молодой человек оформил свой лифтбэк в ГИБДД и поставил во дворе, его тут же похитил неизвестный. Сейчас владелец написал заявление в полицию. Если вы видели этот автомобиль с госномером У-031-УХ-43-й регион, звоните по телефону. 8-953-698-0030. В парке у Диорамы от жары пострадала пенсионерка. Женщине стало плохо. Прохожие вызвали ей скорую помощь. Пострадавшую увезли в больницу. Возможно, из-за духоты и жары у женщины поднялось давление. Столовая номер 208 на улице Упита вновь попала в криминальные сводки. Оказывается, здесь не только кражи, драки и алкоголь без лицензии, а еще и онлайн-казино. Азартные игры в общепите организовал 31-летний житель Кирова. Сейчас игорная деятельность прекращена. Следователи напомнили мужчине, где в России находятся игровые зоны, а также рассказали об ответственности проведения игр вне этих зон. Бизнесмену грозит до двух лет лишения свободы. Также полиция изъяла игровое оборудование. Волонтеры и полиция разыскивают 65-летнюю жительницу Кировочепецка Фаину Боровкину. Пенсионерка пропала 12 июня. Если вы знаете, где находится Боровкина, звоните по телефону. 8-800-754-52 или 112. Михаил Вагин. Место происшествия. В Малмышле суд поставил точку в истории с одним смертельным ударом. Его нанес 34-летний Руслан Магомедов потерпевшему. Преступление произошло еще в марте прошлого года у местного кафе. После смерти потерпевшего Магомедов пустился в бега и скрывался в Дагестане. Но его поймали. Какой приговор вынесут в нашем следующем материале. Так, обвиняемый, поясните, куда мы прибыли, что и когда здесь произошло. Убийственный удар произошел в кафе «Черная жемчужина» в Малмыже. Мужчины были пьяны и на улице устроили разборки. Причиной конфликта стали действия потерпевшего. Он непристойно высказался в адрес сожительницы Магомедова. После чего осужденный нанес всего один удар 30-летнему оппоненту. Удар прямой, снизу вверх шел. Прямо. Куда вы ему попали? Ну, я думаю, что в область лица. Впоследствии этого удара это черепно-мозговая травма, больница и через несколько дней смерть. Когда Магомедов узнал об этом, он уехал из области и был объявлен в федеральный розыск. В июне его поймали в республике Дагестан. Ему было предъявлено обвинение. Впоследствии дело направили в Малмышский районный суд. Там при вынесении приговора суд учел отягчающее обстоятельство Магомедов-рецидивистов. А также смягчающее там моральное поведение потерпевшего, признание вины, раскаяния и принесение извинений в суде. В итоге Магомедову дали 9 лет в колонии строгого режима. Семья погибшего просила взыскать с Руслана моральный вред в размере 5 миллионов рублей. Но суд удовлетворил иск частично и оставил сумму в 1 миллион рублей. Приговор обвиняемый, его адвокаты обжаловали. Мы не согласны с судом в той части, что Магомедов имел умысел на причинение тяжкого вреда здоровью. В касационной инстанции защита будет добиваться переквалификации действия обвиняемого на статью 109 Уголовного кодекса. Это причинение смерти по неосторожности, которое предусматривает до 2 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу, но пока Магомедов не отбывает наказание в колонии. Адвокаты попытаются добиться переквалификации преступления. Михаил Вагин. Место происшествия. Сейчас сделаем небольшую паузу. Не переключайтесь. Как говорят, здесь дураками и пьяными. Не только выжил, но и матерился. Каких-то измельчил? Каких-то измельчил? Каких-то измельчил? Убери, нахуй. В селе Красное пьяный водитель Оды врезался во встречные Киа Рио и Фольксваген Пола. Очень крутой поворот. На московском тракте водитель 14-й снес придорожный столб. Успели остановиться. На улице Преображенской нарушитель на Митсубиси едва не сбил женщину с ребенком. Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем. Мог бы смело отмечать свой второй день рождения водитель Оды, если бы не одно «но». Мужчину после жесткого ДТП в Корченкино задержали полицейские. Лихач при скорости более 100 км в час выехал на встречку и протаранил две иномарки – Киа Рио и Пола. Отечественный пикап после удара превратился в груду металлолома. И при этом водитель выжил. На месте аварии побывала наша съемочная группа. После сильного удара Оду искорежило до неузнаваемости. Трудно поверить, что водитель выжил. Более того, мужчина не получил серьезных травм. Вместо жалоб на боль – отборный русский мат. Как ехали? Как ехали? Увери нахуй. Как он ехал, понять нетрудно. Как минимум быстро. Стрелка спидометра остановилась на отметке 100 км в час. Михаил, а вы куда ехали? Расскажите, пожалуйста. Не, ну что вы грубитесь сразу? А вы куда хоть ехали-то с такой скоростью? Две машины протаранили. Сами пострадали, смотрите. Едва не сдерживали бранные слова и водители иномарок, которые уценил Михаил. Первый удар пришелся в Киа-Рио. Водитель Юрий не успел среагировать на встречную воду. Его, похоже, там на этих, на лежачих полицейских подкинул. Он потерял управление. Я когда ехал здесь, тихонько, передо мной просто фары вспыхнули, и сразу же удар я успел только немножко влево вильну. Я даже не успел уйти от него, не успел. Что по пострадавшим в ДТП? Что, я еще в травму поеду. У меня голова и колени. У вас что? У меня рука, похоже. Ой, у вас серьезный кулак окук. Далее Ода лоб-лоб столкнулась со встречным фольксвагеном Пола. По словам разгневанного водителя Виктора, он сразу захотел поговорить с виновником под душа. За шкварник взял, он там мэм и бросил его. Пахло спиртным от него? Так он еле на ногах стоит. Я вижу, он тоже пострадал, у него там осколки, все это, кровь. Правильно, посмотрите, отнесу, что он почерпывался. Вообще, как после этого выживать? Наверное, только пьяный, как это обычно. Да, вот самое вот, как говорят, дураками и пьяными. Михаил был настолько пьян, что алкотестер надолго завис после выдоха. Будто бы произошел сбой из-за количества спиртного. Результат 1,158 мг на литр. Состояние алкогольного пьянения установлено. С результатом согласны? Да. После экспертизы Михаил загрустил. Мало того, что машина в клан, да еще и прав могут лишить. А вот трезвым участникам ДТП в этот вечер рассказали хотя бы одну хорошую новость. У Михаила есть полис ОСАГО, а это значит за ремонт заплатит страховая. И это лучше, чем возвращать с виновника деньги через суд. Михаил Вагин, Сергей Пичугин, Константин Кузнецов. Место происшествия. На московском тракте водитель 14-й снес придорожный столб. Ладу занесло на повороте, и автомобиль на полном ходу въехал в опору освещения. О причинах ДТП в рубрике «Видеорегистратор». На московском тракте дама на 14-й не вписалась в поворот. Автомобиль в итоге сначала выскочил на обочину, а затем остановился в столбе. После мощного удара опора освещения упала на проезжую часть, а водители и пассажиры стали выходить из автомобиля. На помощь к ним поспешили очевидцы. На слободском тракте еще одна дама, но уже на кроссовере, не уступила дорогу водителю машины с камерой. На загородной трассе гонщик на красной колене в последний момент успел избежать столкновения со встречной грантой и с попутным автомобилем. На улице Преображенской нарушитель на Митсубиси едва не сбил женщину с ребенком. На улице Производственной мужчина-пешеход также вовремя заметил лихача на ладе, который проехал на красный сигнал светофора. На Октябрьском проспекте очевидец наблюдал необычную картину. Знак ограничения скорости стоял в крайнем левом ряду. Видишь, что по левой полосе, а тут *** и знак. Михаил Вагин. Место происшествия. И в заключении выпуска рубрика «Без происшествий». Илья Кошкин провел для кировских водителей уличный экзамен на знание ПДД. В каких случаях запрещается ехать на машине, а в каких можно садиться за руль? Это «Без происшествий» билеты ПДД. И первый вопрос сегодня. В каком случае запрещается эксплуатация транспортного средства? Вариаты ответов. Не работает звуковой сигнал, не работает указатель уровня топлива, или затруднен пуск двигателя. Ну уровень топлива, он как бы не влияет на какую-то аварийную ситуацию. То есть если ты из-за глох, то можешь на обочине где-то остановиться. Звуковой сигнал здесь понятно, тут запрет однозначный. Затруднен пуск двигателя, ну не завелся, что стоишь, и держишь пешком. Затруднен пуск двигателя. Так, а почему именно этот вариант? Ну остальные там, в принципе, такие простенькие. Не работает звуковой сигнал. Потому что при транспортном, ну дорожно-транспортном происшествии ты не сможешь предупредить вот из-за этого. Не работает звуковой сигнал. Так, все правильно, заучили билет? Нет. Помните, а у вас работает звуковой сигнал? Да. Ну затруднен пуск двигателя, это по-любому. Звуковой сигнал, я думаю, это не принципиально. Указатель уровня топлива, это усмотрение самого водителя. Так, то есть выбираешь? Я думаю, что три, затруднен пуск двигателя. Правильный ответ – не работает звуковой сигнал. Ну и второй вопрос, какие из перечисленных транспортных средств разрешается эксплуатировать без медицинской аптечки? Варианты ответов – все мотоциклы, автобусы, только мотоциклы без бокового прицепа или автомобили. По-моему, все нельзя эксплуатировать без медицинской аптечки. То есть на всех должны быть, да, аптечки? Ну, мотоциклы однозначно. Ну, может быть, мотоциклы, а, скорее всего, да, без бокового прицепа. То есть те, которые с коляской, ну, сейчас их уже практически нет, а в свое время, да, нужно было иметь там аптечку. Все мотоциклы, почему? Ну, вообще нет варианта, чтобы никакие нельзя эксплуатировать. То есть, а так бы я тот выбрал. Только мотоциклы без бокового прицепа. Так, а почему этот вариант? Ну, потому что... Потому что билеты заучили. Без медицинской аптечки разрешаются все мотоциклы. Может быть, и не все, кстати. Вы учили ответ. Ну, это правильно? Нет. Значит, учил, но забыл. Ничего не разрешено. Аптечка должна быть. Наверное, мотоциклы. Какие? Вот тут два варианта. Все мотоциклы. Ну, возможно, на них, в принципе, негде положить аптечку. Правильный ответ. Только мотоциклы без бокового прицепа. Ну что, как вы сейчас сами все видели, не все водители помнят, когда можно, а когда нельзя эксплуатировать транспортное средство. Но мы вам советуем перед каждой поездкой проверять свою машину, чтобы эта самая поездка была безопасной. Меня зовут Илья Кошкин. Это рубрика «Без происшествий». Как с нами связаться? Все очень просто. Наша почта. mpkirov.sobaka-inbox.ru Если вы сняли интересное видео, присылайте его нам. Возможно, именно ваши кадры помогут добиться справедливости. С вами был Михаил Вагин. Это был проект «Место происшествия». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok